бык врывается в этот год и писает вам на счастье у нас идет дождь впервые такой нормальный такой дождичек за последнее время где-то от сентября месяца на юге китая нет дождей по крайней мере фашане фашане да наверное очень же они там все бывают а вот к шангу анжоу нет дождей и вот видите сегодня прям все такое в общем трава такая стала зелененькая все как-то вся пыль примялась и в принципе но все радостные потому что воздух очень сильно улучшился сегодня последний рабочий день перед праздниками и сегодня угадайте кто у нас дети пришли на садик или нет конечно же нет в общем вчера еще были некоторые это уже так у меня группа самая старшая не вообще пять человек они в принципе не будут ходить уже следующем семестре полгода будут сидеть дома в общем готовится к школе но они кстати могли в школу это понимаю пойти были уже сентябре вот они уже как бы перри переходили общем садик а сейчас на естественно уже всех забрали и даже в других группах как бы народу мало там вот так мелкой вот мелкой группы еще есть кто-то в общем я думала что меня отпустят домой на меня домой и что-то не отпускают и кстати почему потому что наши начальства они в принципе уже все где-то отдыхают в общем празднуют где-нибудь сидят может быть на хайнане себе купаются загорают а мы здесь работаем и поэтому никто не отвечает на какие сообщения так понимаю ну чтобы отпустить нас домой потому что действительно нет смысла сидеть там тем кто у кого нет детей меня определились сегодня младшую группу вот там я еще как-то побыла это этом было совсем недолго где-то может не знаю минут сорок посидела сейчас после обеда иду не знаю что будет но надеюсь что все хотя бы отпустят раньше сегодня мы пришли поужинать пиццерию вот так вот она называется смотрите такая обстановочка как дома я бы сказала там все телек смотрят вот такая пицца здесь это чем-то похоже на салями но это какая-то их фирменная в общем нью-йорк называется я кстати что-то подобное уже пробовала с этого места но здесь не китайский вкус у пиццы поэтому здесь это очень ценится смотрите прикол заказали как-то я думал что это такой знаете коктейльчик апельсиновый сок и колу мы думали в стаканчике принесут а принесли вот такие вот бутылки огромные так рубрика цветов продолжается у нас просто новое поступление так сказать смотрите вот таки и ни разу не видела вот эти вот интересненькие такие так сейчас покажу самые такие вот смотрите допустим вот этот типа такое дерево но есть такие drum деревья целое видео это прям боярушник но это настоящий есть эти вот это похоже на настоящее есть немного такой подсовший и есть еще такие искусственные кстати вот смотрите даже ответки валяется вот это вот я честно говоря не знаю что это такое как это вообще называется мне напоминает какие-то помидоры тоже сейчас композицию какой-нибудь красивый сделают вот эти новогодние эти они применяют но цветы конечно же применяют и вот допустим верба кстати вот наше понимание верба только ведь они красятся даю в красный цвет кстати если потрогать то все руки будут красные и здесь вот такая видите композиция кстати раньше думал что это такое вот это красный думал куда похоже на какую-то рябину но это все таки как имитация боярышника вот это уже искусственная и вот эти весе золотистые такие ветки тоже не ставят вот такие и самое крутое здесь это вот этот ананас смотрите это прям настоящий ананас так понимаю в принципе вот так то он и растет так что вот можно купить ну кстати даже не знаю это наверное все таки для украшения вот все таки и конечно же таки обычные цветочки в общем замучая вас цветочками почти мне очень нравится цветочки что что поделаешь я проходила мимо и увидела эту гостиницу для котов вот видите здесь привели новых котов раньше здесь не было сейчас на период китайского нового года все уезжают и свои животные сдают вот в такие вот умение гостиницы это называется ну по сути это как магазин животных даже не ветеринарка просто чтоб продают здесь какую-то кошачью одежду ну видно что в принципе здесь они чувствуют себя достаточно неплохо такие все красивые прородистые сегодня канун китайского нового года посмотрите все закрыто пришли покушать куда-нибудь вот здесь все места закрыты абсолютно кроме некоторых а некоторые это сайзерия например ну что-то сетевое место он работает всегда кстати к моему удивлению закрыт закрыт вот этот кэфси видите с той стороны еще здесь один магазинчик работает вот она сайзерия всегда открыто супер и именно сегодня мне захотелось апельсинового сока ведь ни одного апельсина там нет нафиг все не работает я думала хотя бы автоматы работают нет канун китайского нового года мы решили поехать гуанчжоу вот мы уже здесь чем выше на какой-то станции не помню как называется действия мы ищем собор святого сердца чем какой-то собор такой интересный на фото был вот я надеюсь его увидеть пока что мы видим только вот этот вот памятник вот честно говоря вообще никакой информации про него не знаю но внушительного такого размера и вот видите классные хризантемы там это желтый сразу видно стиль так вот эти здания ведь вот это на реконструкции единственное это вот это торговый центр скорее всего там вот здание отеля какой-то л.н. гуанчжоу фотел туристическое такое место здесь идет дикая распродажа что они покупают сейчас посмотрим вот можно купить рога быка всякие вот эти вот цветочки вот но самое главное это конечно же если не успели на дверь повесить эту штуку то это обязательно у них прям вот все тут покупают вот какие-то тоже быки кстати прикольные вот эти вот штуки показывают бычки что они-то покупают не понятно вот такие шары видимо тут очень дешево что ли не тут все пять юаней последний шанс люди все еще затариваются всякими украшениями сегодня вот последний момент грубо говоря это к знаете как 31 декабря у нас вот пытаются урвать какие-нибудь штуки ну еще в полно ассортимент богатый вот вам идея для декора создали как они вот это вот скукожили ткань получилось очень прям красиво вот так колонны две сделали класс мне очень нравится а вот он собственный собор святого сердца вот он видите какой красивый очень заостренный у него вверху вот эти треугольники не знаю как вершины в общем он весь в необычном стиле это очень не китайский стиль это европейский стиль французский я бы сказала так чем они строили его привезли вот этот вот гранит из гонконга указано и построили и какие-то части привезли прямо из франции вот эти кстати часы какие-то известные они стоят очень дорого не помню сколько там 1000 юаней миллионов тысяч юаней чем очень дорогие другой раз я думаю мы хоть сходим вовнутрь а сейчас он закрыт так что только отсюда смотреть можно мы оказывается были совсем недалеко от бэйзинлу пекинская улица смотрите здесь распродажа идет еды можно короче к новому году ничего не готовить просто здесь вот затарится тут видимо ресторан вот рыба есть есть краб вот этого крабом мы заметили 88 юаней но шелкопрят кстати есть и что же это хлеб что ли какой-то вот можно на всю семью взять вот это вот морепродукты 200 208 юаней стоит идем и смотрим дикая очередь здесь вот лепят пельмешки от прямо вот здесь выпечка есть и собрались народ смотрите какие довольны на на этот на выпечку общем печеньки вот эти популярные покупают покажу вот такие вот и вот эти трубочки мы нашли где тусуется весь народ сегодня это здесь вот на бэйзинлу здесь видите поставили такие декорации вот бык такой красивый прям вот этот вот знаменитый храм до этого у меня было видео маленький пекин можете его посмотреть и сегодня я так думаю конечно же некоторые люди они может быть сюда приехали никогда не были в гуанчжоу видите сколько здесь людей и конечно же они пошли смотреть ну какие-то родители у кого-то приехали действие фото здесь люди сидят в очереди чтобы купить голубей ну здесь основное блюдо голуби просто вот они 50 49 юаней стоит один год есть разные блюда с ним осталось время для вот этого лакомства особенно это понимала сейчас период нового года популярна эти все покупают вот есть разные фрукты мне нравится именно клубничные я вот все уже купила стоит 10 юаню такая вот палочка есть как обычно боярышник есть киви но и видите всевозможные кстати я удивлена что есть такие маленькие обычно всегда такие побольше я забыла честно как они называются на китайском у них есть какое-то особое название дегустация начинается по вкусу от боярышника не сильно отличается на самом деле не все равно вкусно все равно этот аромат клубники он такой прям очень яркий понравится и вот это сахарная обычный такой леденец сахарный здесь праздничная уличная еда муж хочет купить вот это вот это какие-то копыта или коленки мы так не поняли очень 20 они это прямо стоит вот эти желудок какой красивый купили мы копыта вот смотрите всего там одно одно да там или два и два яйца еще не положили и залили все таким соусом чем целое блюдо но достаточно дорога я так думаю короче похоже это сейчас отправится мусорку в общем она сладкая оказалась прям приторно сладкая наш праздничный ужин сегодня выглядит вот так это ролл из из айона магазина в общем и вот такой фонарь здесь стоял это мы сидим в кустах центре гонжоу вот там весь центр площадь полюбуйтесь на это если люди садят цветы уже можно сказать ну вечером не ночью конечно но вечером весь здесь все темно я не знаю как они что-то там видят вот они около прям башни мы не около башни на площади общем на главной и вот цветы привезли только что вот эти вот вот эти цветы нужно все засадить в клумбу это понимаешь что они не успели теперь будут садить в китайский в канун китайского нового года вообще весело даже охранник кстати тоже помогает открыли китайский в канун и. 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 Субтитры сделал DimaTorzok